Здравствуйте! В эфире «Слово прокурору» и сегодня будем говорить о любви по расчету. Фиктивным сейчас социологи называют каждый пятый брак в России. Оформляют такие отношения чаще всего, чтобы получить вид на жительство или гражданство. Что грозит за фальшивые семейные узы, в этом будем разбираться. Гость студии прокурор социального отдела прокуратуры Самарской области Алексей Рябов. Добрый день! Прежде чем будем говорить, предлагаю посмотреть сюжет, который мы подготовили. Заслон нарушению семейного кодекса ставят уже на пороге ЗАГСа. Каждый год в Самарской области регистрируют более 30 тысяч пар. Счастливые, кто связывает отношения с жителями России, Великобритании, Норвегии, Германии, Канады. И особая категория молодоженов, где вместо чувств расчет. В целях предупреждения фиктивных браков в этом году совместно с управлением Федеральной миграционной службы России по Самарской области, с специалистами отделов ЗАГС города Самары и Тольятти проведены совместные приемы заявлений о заключении брака. Эксперимент проводится пока в Самаре и Тольятти. В этих городах чаще всего ищут невесту или жениха. Объявлений в интернете масса, в свою очередь в Федеральной миграционной службе, отслеживают охотников за гражданством. Если в обычном порядке иностранец может получить разрешение на временное проживание через три года, а вид на жительство через пять, и то, если попадет в квоту, для Самарской области это всего полторы тысячи человек, то после свадьбы с гражданином России все эти сроки уменьшаются почти в два раза. Фиктивный брак иностранным гражданинам по сути ничего не дает абсолютно, а приводит к аннулированию его разрешения на временное проживание, к аннулированию виду на жительство и к возможности принятия решения об отмене гражданства Российской Федерации. Итак, Алексей, давайте разбираться с самого начала, что такое фиктивный брак. По каким критериям его определяют? Фиктивный брак у нас определен семейным законодательством. Под фиктивным понимается регистрация двух граждан, двух лиц без цели создания семьи, а преследует какие-то свои определенные корыстные цели. В данном случае иностранный гражданин преследует цель в упрощенном порядке, как сказано уже в сюжете, получить вид на жительство либо гражданство. Ну а, соответственно, российский гражданин, который идет на эту фальшь, скажем так, он преследует цели корыстные, получает за это вознаграждение. То есть, примерно это тысяч пять за то, что... Ну это, наверное, по Самарской области тысяч пять. В Москве, наверное, другие суммы. В Москве, может быть, другие, но я говорю, привожу статистику, исходя из нашей практики работы прокуратуры области совместно с УФМС России по Самарской области. То есть, это от пяти тысяч и выше получают граждане за штамп, скажем так, в паспорте. Да, достаточно небольшие деньги. Но, я так понимаю, наверное, сложно выявить сам фиктивный брак, доказать, точнее. Небольшие деньги, я хотел бы пояснить, почему у нас такие, скажем так, относительно небольшие деньги. На это идут лица у нас, в основном, скажем так, страдающие алкогольной, наркотической зависимостью, которым, ну, уже и эти пять тысяч будет достаточно для того, чтобы купить там бутылку водки или наркотики и так далее. Ну, а смотрите, по документам, вот они зарегистрировали свои отношения. Как доказать, что брак фиктивный? Ведь там не написано, что он употребляет много алкоголя. Как доказать, как выявляется, ну, это работа конструктивная, работа у нас налажена с органами ФМС, опять же. То есть, прежде всего, мы обращаем внимание на что при проведении таких проверок. Это когда обращается иностранный гражданин в ФМС для того, чтобы получить в упрощенном порядке вид на жительство, либо гражданство. То есть, это уже первый сигнал? Да. Обращают внимание на то, как зовут твою супругу или супруга. Обычно иностранные граждане теряются, они даже не знают, как его зовут, имя, отчество. Вот. Потом обращаем внимание, когда мы посещаем органы ЗАГС, проверяем документы, допустим, по жалобам или обращениям. Обращаем органов различных инстанций. Мы обращаем существенную разницу в возрасте. То есть, у нас вот по району интересный случай, когда гражданин Вьетнама, допустим, 88-го года рождения, сколько, 20 лет, регистрирует брак с женщиной 1957-го года рождения, 55 лет. Ну, очевидно, что здесь что-то не так. Я-то думал, что, как правило, регистрируют такой брак граждане соседних с нами, как называют, стран бывшего Советского Союза, даже вьетнамцы. Нет, вот как раз основная масса в данном случае таких браков заключается гражданами Вьетнама. То есть, у нас имеются и граждане СНГ, такие выявляются отдельные случаи, когда вот такие фиктивные браки заключают. Но основная масса – это вот, как показывает статистика, граждане Вьетнама. А скажите, пожалуйста, вот такая проблема фиктивной браки, она для Самарской области актуальна? Она актуальна для Российской Федерации, по моему мнению в целом, она актуальна, поскольку изначально уже видите, что иностранный гражданин начинает свою жизнь здесь уже вот нечестным путем, таким способом. Вот. Ведь гражданство Российской Федерации – это не только определенная бумага, определенного формата, да, паспорт называемый. Это и отношение к государству, в котором принимается лицо. Какой потом будет у нас защитник Отечества или налогоплательщик, вот такой гражданин, который изначально уже начинает свою жизнь с обмана. Вот. Поэтому я считаю, что это актуально, и когда мы признаем через суд такие браки фиктивными, аннулируется временное разрешение на проживание, либо гражданство Российской Федерации получено таким незаконным методом, и гражданин отправляется опять себе на родину. То есть суд признает, да, брак фиктивным или нет? Фиктивным по семейному законодательству только может признать суд. А наказание какое-то есть за это? Административно-уголовного, либо иного наказания за это нет. Еще раз повторюсь, что пресекаются случаи незаконного получения гражданства Российской Федерации. То есть, например, как в Европе, там штраф для гражданин своей страны и депортации на родину иностранцу, у нас такого нет? Есть. То есть, если законные основания у гражданина прекратили находиться на территории Российской Федерации, есть административная ответственность, административное выдворение. Там предусмотрен штраф, когда иностранный гражданин оплачивает штраф, его потом выдворяют за пределы Российской Федерации. Нет, смотрите, это получается наказание для иностранного гражданина, а для гражданина России, который пошел на это? Нет наказания. Но хотелось бы отметить гражданам Российской Федерации, которые вот этим занимаются или которые хотят заняться этим в будущем, как вот в сюжете показали, в интернете размещаются подобные предложения. Иностранный гражданин по семейному законодательству, который заключил брак, может и претендовать на часть имущества гражданина Российской Федерации. И на детей, да, если вдруг родятся дети. И на детей, ну и все, что связано с семейными отношениями. А ведь могут быть еще долги у человека, как у от той страны, так и у другой страны. Вот об этом, да, я и хочу сказать, то, что ответственности как таковой уголовной или административной нет, но надо будет тоже, надо думать о том, что возможно разделение имущества, так как он является формально, но является одним из супругов, он или она, при регистрации брака. Какая-то статистика есть? Сколько у нас было эффективного брака в последнее время? Статистика следующим образом выглядит. То есть, сколько браков, сколько зарегистрировано, сказать точно невозможно, потому что они носят латентный характер. Можно предположить примерно? Ну, я вам скажу, что в 2011 году у нас выявлено 28 таких иностранных, 28... В суде, вы имеете в виду, в суде было таких 28 случаев, когда аннулировали... ...где было вынесено 28 решений. Эта работа была активизирована прокуратурой области, УФМС, то есть мы ориентировали прокуроров на активизацию работы в данном направлении. И по итогам уже 9 месяцев, 2012 года, уже прокурорами совместно с УФМС выявлено более 70 таких фиктивных браков. Чуть ли не в 2,5 раза рост. Да. Это благодаря вашей активной работе или другим причинам? Это благодаря активной работе УФМС и прокуратуры области. Скажите, пожалуйста, если заключает в сторону эффективный брак, вы сами сказали в начале нашего разговора, что, как правило, на это идут личности у нас маргинальные. Могут ли как-то вмешаться в ситуацию родственники, российского гражданина? Чтобы обратиться в суд о признании такого брака фиктивным, недействительным, семейный кодекс у нас по этому поводу четко дает понятие, кто может обращаться в суд с исками, с такими исками. Это один из супругов, либо прокурор. То есть, если родственники видят, что вот такая ситуация сложилась в их семье, то им надо либо говорить со своим родственником о том, что смотри, у тебя здесь вот фиктивный брак, недействительный, либо обращаться в прокуратуру с заявлением о том, что один из родственников с корыстных побуждений заключил брак. Скажите, а предполагает ли законодатель в ближайшее время или в отдаленном будущем ужесточение мер за фиктивный брак, наказание? На настоящий момент такие разработки мне неизвестны, чтобы было ужесточение наказания или что-то в этом роде. Я поняла, у вас лучше все-таки все делать по любви, правда? Да. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в студии был прокурор социального отдела прокуратуры Самарской области Алексей Рябов. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»